Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала, вы косяки на канале Семья на чемоданах. С вами я, Славян. Мы в полном составе продолжаем изучать Армению и открывать ее для вас, для того, чтобы потом собрались и поехали, возможно, по нашему маршруту. Сегодня в выпуске мы посмотрим город Дилижан и его окрестности. А еще мы сегодня отправимся отмечать день рождения Мирошки. Так что, ребятки, ставьте лайки, пишите комментарии, делайте репосты в социальной сети. Кто хочет конкретно поддержать, поддерживайте. Будем очень благодарны. Погнали дальше по Армении. В городе Алаверды мы порешали все возможные вопросы. Самый главный вопрос – решить сим-картой. Сим-карты решили. Собственно, все данные мы исправили. Теперь у нас две сим-карты, что, конечно, очень хорошо с полным безлимитным интернетом на месяц. Теперь отправляемся дальше в город Дилижан. Очень хотим его посмотреть. Настенка говорит, это прям такой курорт, который все рекомендуют. Ну и вокруг Дилижана тоже есть что посмотреть. Тетей маленький. Тетей волчонок какой-то. Так, здесь повсюду знаки вот такие вот, что есть крантик с водой. Мы вот остановились. Лев, пожалуйста, дает нам сейчас воду. Крантики вот с питьевой водой. Сейчас будем набирать все канистры, все наши баки по возможности. На полных баках питьевой воды, питьевой, родниковой, вкуснейшей. Двигаемся дальше. Итого у нас 25 сверху и 22, 30, 35 и 45 еще в салоне. Вот это да. Хочу показать автобусы. Посмотрите, как они выглядят. Вот здесь вот стоит прям целая колонна. Ну-ка, наши уважаемые зрители, кто ездил на таких автобусах, напишите комментарии. Прикиньте, они до сих пор здесь возят людей по всяким разным маршрутам, по горам. Мы вот в Алдаверды были вчера, я просто обалдел. Просто там было не до съемок немножко, мы решали ряд вопросов. Короче, прикольно. Частичка, так сказать, Советского Союза в Армении. Посмотрите, как здесь красиво. Вообще, вот это горы начались. Красивые-красивые леса. Здесь трекинговые маршруты. Мы уже видели несколько людей, которые с детьми шагают куда-то к главной вершине. Вообще невероятная красота. Мы общащиеся ищем место, где-нибудь припарковаться в таком красивом месте и пообедать. Кто ищет, тот всегда найдет. Нашли мы местечко, посмотрите, какое прикольное здесь. Даже если есть туалет, можно слиться, либо сходить в туалет. Есть мусорка, здесь течет небольшая такая речушечка. Есть беседка, есть даже мангальчик, качелька и родничок. То есть все прям шикарно. Мы сейчас быстренько приготовим себе рыбный супец и отправляемся дальше. Это вон мужики армяне сидят, короче, меня подозвали, говорит, давай с нами пить, давай коньяк 100 грамм, говорит, обязательно. Я говорю, да ты что, я за рулем, он говорит, о, а кто тогда пить будет? Я говорю, никто не будет. Он говорит, пусть жена, значит, пьет. Я говорю, нет, она кормит маленького. Он говорит, пусть кормит и пьет. Я говорю, не, не, спасибо. Он говорит, нет, говорит, нам надо чем-то вас обязательно угостить. Я говорю, да мы сейчас типа суп сварим. Он говорит, тогда бери арбуз. И в итоге вот нам дали арбуз, сейчас пообедаем и будем есть арбуз. Мы поехали Говорит, спасибо, это место Вообще прекрасное Вот это место вообще Хрен увидишь, потому что оно прям из-за поворота Сразу, и мы его проскочили Прям на подъезде, уже возле Дилижана Находится Смысл в том, что Мы что-то пока туда-сюда Мы тут еще вода проточенная И мы постирали, короче, еще вещи Вот они теперь у нас сушатся, Мирошкины вещи Решили, что прогулку по Дилижану Мы оставим уже на следующий день А сегодня поедем на озеро Сразу будем, короче, вставать на ночевку Вообще никуда, как говорится, не спешим Смысла в этом нету Тихонечко, размеренно едем до озера В горах нам 17 километров ехать Ребятки, в этот выпуск хочется интегрировать Очень крутое событие У нас сегодня у Мирошки день рождения Ему 2 годика Кто не помнит Он родился 28 августа Поэтому в этом выпуске Мы едем еще и отмечать его день рождения Ой, тортики, детские комнаты Посмотрим, что будет Зайдем за подарочками Впервые так мы отмечаем день рождения Вообще в путешествии Вообще в другой стране Учитывая, что мы в Ереване еще не местные Мы не знаем, где что находится Поэтому сегодня будет полнейшая-полнейшая импровизация А приехали мы в Ереван Мол Так, составляем здесь машину на парковке Идем отмечать Мирошки День рождения, да, сынок? Тю-тю-тю Хочет, охотить на тю-тюх кататься Да Тю-тюх Тю-тюх С братьками будет Да С братьками наша будет Мы тебе говорим, что тю-тю-тюх Тю-тюх Мне интересно, в этой башне что-нибудь вообще есть Или это просто по приколу Если вдруг у кого электротачка Вот, пожалуйста, здесь есть две зарядки Одна вот стоит, заряжается Ну, как говорится, добро пожаловать в магазин Крутых всяких штук Нью-Йоркер, Зара, Страдивариусы, Пандора Все к нашим услугам Но Мирошки это не надо Ему надо тюх-тюх, да, сынок? Тюх-тюх Ну все, довольно Мирошка бежит Тю-ру-тю-ру-тю Залетаем и смотрим Огромная комната Все Сегодня все для Мирошки Надо здесь купить, как всегда, наверное, карту Закинуть на нее денег И развлекаться Система здесь следующая Как и везде Покупаешь карту 200 грамм Закидываешь десятку 3000 грамм Туда бонусом Капает И сразу же катаешь Мирошку На первом аттракционе Мирошка, ты готов? Все, поехали Поехали, Мирошка Вот это да Чучук хотел, чучук получил Давай, сынок, чучук Ну ты газу-то нажми Ты что так Ехать будешь медленнее Да нету, нету Традиционные вот такие штуки Куда вообще можно просто посадить ребенка Но если он не соображает еще И, окей, да Страшные такие Вот есть вот такие машинки Для двоих Батута истории Дальше что? Пойдем еще посмотрим Детская комната Со всякими этими Как они там? Горками, морками Вот эта штука Вот эту я хочу Кловить всяких А, о, вот это классная тема Тема, это типа на лыжах едешь Вообще крутая Прямо зацените Красиво О, смотри, какие там высокие горки Тема Вау Так Кинотеатр есть Вот такой Есть вот такие машинки Так, что здесь еще у нас есть? Боулинг есть, Тема Есть детский боулинг Пожалуйста Где дети могут поиграть Это очень круто Так, здесь какие-то музыки Музыки, музыки Двигаемся дальше А, танцульки Ну, короче, куча всего Кстати, все выглядит очень классно На киеве, знаете Наподобие новых Так, здесь вот Еще какая-то разная история Вау Так, а здесь Здесь тоже батуты Здесь скалодром, кстати И А, вот И вот детская комната Кстати Тоже по карте оплачивается Так Ну и, пожалуй Все Запустили их на машинке Темка С Мирошкой Да Ну и началась Гонка Во Родик поехал Мирошка Полиция Догоняй преступника Он нарушил скоростной режим Так, так, так Давай Давай, Мирошка Давай Погнали Давай Ой Ой Вот она, Мироша Мироша Здесь он один А пацаны пошли вообще В огромную Там просто сумасшедшие Какие-то горки Трюки развлечений А мы с Мирошкой будем здесь Мирошка Давай, давай, давай Скорее Такая комната С игрушками Небольшая, конечно Немного игрушек Но тем не менее Мирошка увидела Уже туда захотел Он у нас вообще не особо Нигде не сидит сейчас Да Ой, Мирошка Побежали скорее сюда Давай, давай, давай Мироша быстрее Давай Шоу-программа Для Мирошки Вау Поехали Вместе со мной, да? Мапа Стой Подожди Все Держись Держись, Мироша Ууу Оу Ничего себе Куда это мы попали, Мироша? Ха-ха-ха Шары Супер Зюх Зюх Ой Ооо Здравствуйте Ни чуть-чуть не успел записать Да Ха-ха 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 Дюх Салют Для вождения, Мироша Мирошка башню построил Давай Мироша толкай Ой Ха-ха Е-е Еще строим Еще построим Ха-ха-ха Вот такую комнату Мы хотели Мирошки Где есть всякие Кухонки Сковородки И мы сейчас Так все Интересно А тут сразу Машинку Схватил Что-то грузит У нее Да, сынок Да, нравится Вот то, что надо Какая крутая штука Развивать Моторику Да, здесь можно Всякие Вон Эти Картины даже Нарисовать Да, прикольно На, Мироша Помидорку Пожарь О, как Жарить надо Да, так вот Молодец А теперь Сковородку Помой Помой Сковородку Мирошка Мирошка Захотела Кататься На лошадке И заставил Всех Говорит Иди сюда Иди сюда В итоге Все едут На лошадках Да А что делать Это его день рождения Мирошка Проставляется Супер Решили еще попробовать Вот такой аттракциончик Так Тут, короче, надо Обязательно держаться Здесь будет Бахать ветер По ходу дела О Ну все Американские горки Вы готовы? Да Прикольно Не страшно, кстати Мне кажется, Мирон занимается Пришли мы, Мирошке Выбирать Подарок Вообще Хотим взять Что-нибудь из Лего Типа Типа Дупло Но это, короче, не Дупло Это полезно Вот интересно Как он по качеству Потому что ценники Вот, например, 9700 Достаточно большой набор А эти Стоят вообще Трандец 15-19 тысяч Это вот есть и Лего Офигеть можно На десерт детям Купили мороженое В любимых цветах Зеленый рожок Синий рожок А Мирошки взяли Желтый С желтым Мороженым Да, пойдем Синее Это как море Океан Вода Ага Зеленый Как трава Мироша Стой Стой Как трава Растения А желтое Солнце Не как болото А еще В Армении Чувствуешься Каким-то Миллионером Вот какая Транзакция Не прошла У тебя Все в тысячах Бургер Зашли Одинадцать тысяч Мороженое Купили Две с половиной Тысячи На И прямо Вот эти Тысячи 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 Трындец Но Называется Уже Вижу Что там Куча Всего Всякие Леги Кроватки Три Три Этажа Для детей Это Конечно Круто Поэтому Пойдемте Мирошенька Пойдем Купим тебе Подарочек Сынок Так Все Все Мироша Побежал Уже Все Не может Прям Ждать Так Мирошка Выбрался Стой 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 Покажи Деревянный Паровозик Он Последнее Время Стал Любить Во 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 Ходим По Магазину И прямо Удивляюсь Вот Они Санкции У нас Лего Гораздо Стоит Дешевле Вот Там На Вб На Озоне Вот Был Этот Скачок Теперь Все Откатилось Здесь Любой Набор Берешь И Просто 31 Тысячу Драм Офигеть Все Мирошка Выбрал Ну Мы Вышли С покупками Купили Просто Огромный Пакет Садись Артемка И Конечно Ж С этим Пакетом Хочется Поблагодарить Наших Зрителей Это Наш Ленчик Ждем Рождения Это Наш Зрители Мы взяли Вот такой Набор Полесье Посмотрите Сказали Что Полностью С этим Совпадает С Лего Дупла Но Смысл В том Что Нет Смысла Брать Лего Дупла Потому что Выбора Вообще Нет И Стоит Просто Космос Вот Этот Так 23 Тысячи Стоит Драм И Взяли Тю-тю Мирошка Выбрал Да Тяжеленый Набор Игорь Который Отправил Дам Сегодня На Подарок И Спасибо Остальным Сым Зрителям Которые Тоже Прислали Донаты На Подарки Мирошек Мы Поэтому Решили Сразу Зайти В магазин Сразу Купить Сейчас Открой Мирошка И Сразу Выпуск Вставить На Подозравление Потому что Не хочется Это Откладывать Спасибо Большое Вам Ребята Давай Мирошка Открывай Смотри Какая красота Вот 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 Открывай Чикс Ой Мирошка Сколько Радостей Деревянная Деревянная Но я же Горю Как Тяжелая Штука Очень Качественная Очень Качественная И Все Разные Составы Вот Это Класс Ребятки Еще Раз Огромное Спасибо За То Что Мирошку Так Поздравили Сразу Как Горица Все Купили Ну Мирошка Сразу Оценивает Оценивает Вот Здесь Вместе Мирошка Это Вот Сюда Правильно Только Вот Так Вот Все Не мешай Не Вот Так Переверни Просто Давай Покажу Смотри Давай 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 Сынок Это Тебе Наши Зрители Подарили Такой Набор Представляешь Сыночек Скажи Всем Спасибо Мироша Скажи спасибо Мироша Скажи спасибо Мирошки на день рождения Решили делать Шашлычок Купили Крылья Там вообще Обычно Мяса не было Поэтому Купили Крылышки Вон Я уже даже Развел Костерчик Все Скоро будем Закидывать Ну Пойдемте Посмотрим Что у нас Получается Оп Красота Кстати Ребятки Этот кемпинг Обзор Этого Кемпинга Увидите Дальше Выпусках Поэтому Обязательно Подписывайтесь И нажмите На колокольчик Чтобы ничего Не пропускать Ну Красота Мы Продолжаем Праздновать День рождения Мирошки Уже За вечерним Столом Мирошечка Вот так вот За праздничным Столом В кемпинге Да Сынок Да Что скажешь Себе Самому Правильно Ока Вот так Порвал Его Молодец Нафиг он Не нужен Во-первых Конечно же Хочется Сказать За здоровье Мирошеньки Блин Человек Который Вырос Ребятки На ваших Глазах Давай Мирошка За тебя Давай Мирошка Моё Динь 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 За здоровье Мирону И с днём Рождения Подожди За горожка За горожка Задувай Давай 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 Ну всё Уууууус За рождение Сынок Всё Кусай 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 tort Кусай Кусай Не Ахана За рождение Мама Родик теперь, да, Родик теперь. Давай, давай, не бойся, ты что? Он с кофе. Вот так вот. Давай, Тёмка. С кофем? Давай. А не смотри, он кофейный. Не надо в себя вдыхать. Вот так вот, молодец. Да, мама. Перед съездом на озеро здесь, короче, такой строительный магазин есть. Большой-большой-большой. Короче, есть всё, что угодно. Даже вон доски. Зашёл, купил наконец-то крышку, а то мы ездим от кастрюли. Сейчас надо быстренько здесь проделать дырочку, чтобы был воздух, чтобы был напор. И ставим крышку. А ещё у меня не было, короче, налички, карты не принимают, и поэтому мне пришлось предложить один доллар. Он говорит, ну один доллар, это больше будет. Я говорю, ну что сделать, ничего страшного. Мы снова преодолеваем какой-то жуткий серпантин. Там виды просто бомбалейло, да? У меня тут вон штурман даже со мной сел новенький, делает вид, что работает. Видите, за компьютером, туда-сюда. Это для вас там выпуск грузится. Ну, который вы, конечно, уже посмотрели. Да, серпантин конкретный. Природа красивая. Короче, мы снова куда-то высоко, высоко и высоко. Вообще, последнее время мы и ночуем только там, где высоко. Капец. Да, это, кстати, озеро находится в Дилижане, в национальном парке. Всё верно. Въезд в эту красоту платный стоит 300 драм. Карту принимают Тиньковскую. Ребятки, ссылка там есть. Обязательно оформляйте карты. Ещё и кэшбэки летят из Армении. Нужно сейчас здесь нам найти местечечко, чтобы аккуратненько припарковаться, чтобы потом никого, как говорится, не беспокоить вечером. Да, сейчас где-нибудь найдём. Мы приехали, смотрите, озеро Парс. Нет, ребята, мы не в Швейцарии, мы в Армении, да? Здесь очень красиво, огромная парковка, кучу людей про въезд, я вам уже сказал. Сейчас посмотрим, какие... А ты карточка платила? Да, какие здесь есть развлечения. Там вот птички, троллей я уже вижу. Вот видите, туда-сюда катаются. Вид здесь, конечно, потрясающе. Отдыхать местные, да? Очень любят про въезд. Я так понимаю, и мы. Рыбалка запрещена, плавать здесь запрещено. Короче, куча всего запрещено. Я спросил, можно, говорю, покупаться за живое озеро? Он говорит, нет, говорит, там внутри болото. Ну вот, собственно, стенд запрещающий абсолютно все. Только можно ездить 10 километров. Здесь еще есть огромное количество пеших маршрутов, где можно походить, кто любит хождение. Мы, например, очень сильно любим, но вообще пока не хотим. Смотрите, вот он троллей, вот он огромнейший веревочный парк. Вот здесь выдают снарягу, а по ценникам, а по ценникам, детский парк 30 минут, 1500, 1700. Здесь, смотрите, вот еще есть огромная такая детская площадка с песочком, таким пляжный песочек. Но сюда платный вход, даже на детскую площадку. Такое, видимо, бывает. Тир, всякая такая история. Вот есть такая табличка, здесь написано, что в национальном парке Дилижан есть 12 эко-маршрутов, вход в который платный. Определены следующие цены за вход 10 лет бесплатно, 7 и старше, 500 драм с человека. Вот, а также здесь можно взять оборудование, например, ТН-400, ну, это палатка, да, на 4 персоны, либо, например, на 2 персоны 200 драм. Это я не знаю, что такое закрашено, видите, можно взять велосипед, вот, 1500, да, грамм, спальный мешок. Короче, все, вот такое оборудование для трекинга. Вот, и, видимо, отсюда уже начинается непосредственно маршрут, где-то здесь, наверное. Вот, а там, получается, внизу там куча-куча развлечений, такой отдых для местных, назовем его так. Ну, естественно, нужно приезжать, закладывать сюда котлету, чтобы и детей там куда-то поводить, даже на детскую площадку платно. Так, конечно, прикол. Вот, ну, и, соответственно, самим там в кафешку сходить и так далее и тому подобное. А еще здесь есть прогулки на лодках, на весельных, надувных и также катамараны. Ну, прикольно, слушайте, классный парк, на самом деле. Ресторан, еще есть приват домики вот-вот, можно индивидуально себе домик снять. И на 30 минут два. и один детский веревочный парк. Детский делали. Так, здесь нужно дать чек и получить все оборудование. Маленькие идут на детскую площадку играть. Я иду на веревочный парк, надеюсь, будет все хорошо. Я там видела женщину, как она просто упала и повисла. Да. Все, Темку, одену. Да, да, все то же самое все, старковочное. Артем, Артем, дай тебе сделают, потом ты... Круто, когда молодые ребят работают, один раз слышат имя твоего ребенка и говорит, все, Артем, иди туда, все, Артем, иди сюда. Тема, давай, шагай тебе сюда. Давай. конечно, я знаю. Давай. А, Настенка, вон, с детьми, кстати, там, в парке. Мам! Все, давай, шагай. Мы пошли на детскую площадку. Вот такие вот браслетики одевают деткам, ставят время, они платные. Артемка пошел в веревочный парк, а Родионтик с Мирошкой на классную площадку. Смотри, вроде как классно, да? Родик, ты куда поплыл? Ух ты! Так, Мироша, вы где? Глазки разбегаются. Выбирай скорее, во что будешь играть. О, качелька, да. Вот такая вот площадочка здесь, бассейны, горочки. О, большой, типа, бизи-борд, котельки разные, горка, еще котельки. Да, конечно, везде можно, Родион, везде можно, пока здесь вот время идет. А, это одна и та же площадка? Есть еще одна площадка, а, нет, это одна и та же. Домик вот такой есть, классный. Лазинки, прыгалки. Что, Мироша? Сейчас пойдем. И вот там даже какой-то самолетик. классная площадка. Смотри, пирамидка. Один, голубой, зеленый. О, поднимай скорее, собирать будем с тобой. Да, два, собирай. Вот, молодец, умничка. Один, два. Вот так. Да, вот так. Мироша сейчас пилот на вертолете. Мироша, давай, оп, держись, сыночек, ручками, здесь нет никаких ограничений. А Родионок лошадку залез. Смотрите, какие качельки, лошадка, лошадка, самолетик. Полетели, полетели. Держись, Мироша, за руль. Молодцы какие, Даш. Итак, завели пропеллер. Полетели, полетели. Родик. Ну, Тёмка, погнал. Всё, она сейчас у тебя в роли страховки идёт. Ты её не трогай, она сама за тобой потянется. Да. Если будешь падать, а ты просто на ней повиснешь, и всё. Давай. Я уж примерно знаю, что сделать. ты не торопись просто. У тебя всего лишь один круг, и всё. Давай, давай. Ура! Первое пройденное. Что дальше? Дальше прогоняй её опять. Давай. Давай. Дальше канат. Держи равновеснее. Ты держись просто за трос руками и тащи свои ноги. Давай. Не-не-не, за это держись. Ну, ну да. Давай-давай. Тём, ты давай без воображений. Здесь можно неплохо навернуться. Старайся равновесие держать, а тут как ходят по канату, но при этом очень аккуратно. Давай-давай-давай-давай-давай. Здесь получается верхняя, это для более старших детей от 7 лет, а вот здесь вот от 3 до 7, то есть могут детки вот по таким вот мелким штучкам, то есть постарше, тут уже вот посложнее немножко. Давай-давай-давай-давай. А где Мироша? Родик, смотри! Родик! Родик страшный. Родик здесь. Давай-давай, Тёма. Здесь получается, что, вот круг проходишь, вот он уже почти прошёл, и всё, и финиш. Тёмка, мне кажется, после скалы это вообще какая-то детская шалость, Я согласен, я согласен, вообще легко. Здесь, короче, трасса для взрослых, где у девчонок упал, но его туда не пускают. Поэтому лучше брать оборудование и на скалы. Да, Тёма? Ага. Ещё, кстати, смотрите, здесь есть просто беседки для отдыха. Ну, звонишь по телефону, как бронируешь, стоят огромные мангалы, шикарные, вот настоящие армянские, которые шикарно приготовят шашлыки, и они, смотрите, такие огромные, на огромную компанию. И вот здесь можно пожарить шашлычок. Ну, круто. Единственный минус, конечно, то, что нету пляжа, и что можно так вот жарить шашлык, пошёл, скупался, пошёл опять поел. Но, как бы, не везде купаться можно. Мы, кстати, решили, что здесь не будем оставаться на ночь. Почему? Потому что неизвестно, до скольки всё это дело работает. Готовить тоже нам будет неудобно. Парковка вообще забита, огромное количество людей. Ну, как бы, не то. Мы там пока ехали, увидели одну полянку, такую прям в лес заехать. Я думаю, что мы всё-таки туда поедем, там припаркуемся, и там будем уже готовить, ночевать. А завтра утром уже пойдём смотреть город. Наверное, сделаем всё-таки так. Кто там приехал маленький, такой хороший? Здорово, да, сынок? Не Эй, а Родион, кричи. Да, скажи, смотри, как Родион, залазь сам. Здорово, да? Мурошка строит, а Родиончик разбирает. У-у-у! Красота. Ну что, мы дождались их. Ну как тебе, Родион, рассказывай? Круто! Круто? Ага. Всё, поедем на ночевочку? Нравилось. О, у вас тут, короче, песка. Вытряхай, вытряхай и свой галош. Что же, всё, едем на стоянку. Мамочка, иди сюда, было страшно, потому что мама посмотрите, с каким прекрасным видом на вот эти вот горы зелёные такие классные, ещё с отвесными этими скалами. Мы будем здесь вот ночевать. Здесь, конечно, проходит трасса, но она скрыта рекой, скрыта деревьями, ничего не слышно. Здесь вот дорога уходит туда вот к озеру. Мы проехали туда до конца, там вообще нигде не встать, везде. Самое лучшее место вот мы нашли. Плюс-минус вот так будем сегодня ночевать. Здесь сейчас поставим стол. Вот, даже природный стул есть. Вот, пожалуйста. Ну и, конечно, кайф это то, что у нас есть доступ к реке. Вот, пожалуйста. Горная река. Утро можно даже, наверное, освежиться. Ха, попробуем, да? Она такая неглубокая. Здесь какие-то рестораны. Ну, там ещё классная полянка, но если на ней встать, то мы прям будем смотреть на эту беседку, где люди, как бы, не самый вал. Поэтому встанем здесь. Мы настолько круто припарковались. Смотрите, собрали урожай яблок. Мирошка вообще их вес наяривает. Настоящие, без обработки. Такие покоцанные. Здесь вон одно дерево, второе. Я пацанам говорю, если в лес пойти, сейчас можно фундукали, снова ореха набрать. Здесь вот, как она, алыча растёт, но уже всё, короче, так сказать, она остатки, её мухи доедают. Плюс к нам пришёл пёсель. Смотрите, какой красивый пёс. Пёс, ты кушать хочешь, да? Ты кушать хочешь, маленький. Сейчас тебе дадим. Настёнка там, короче, одну тарелку приговорила. Побраться. Да. Я тебе всё перемешала, чтобы котлет, котлет, койму хлеб. Давай, пёсель, наяривай. Молодец. Ты тарелку-то не ешь только. Нам ещё других собак нужно. Мирон, не лей, пожалуйста. Ладно, приятного тебе аппетита, собака. И... Ой, Мироша по костям. И нам приятно аппетита, садимся есть. Если в путешествии у вас закончились деньги, но... Еда растёт. Всё, какаху, да, славян? Чё, серьёзно? Да прям с коробой. Ты наступил в какашку? Просто по самому щиколотку. Фууууу, ты сегодня спишь на улице. Почему я-то тапок, зато яблоки нарыл. У нас тут есть фрукты. Ура! Полетись-ка, я вам не кажется. Там очень много их упало. Почему-то я наступил и пошёл. Надеюсь, не в какашку упали. С какашек есть нельзя. Ладно. Немножко, другим отстаем, немножко собрали, хватит. Несмотря на то, что утро, вода в баке уже кипяток, поэтому можно смело помыть голову. Из последнего, что мы покупали, вот такую вот штуку в Турции для сушилки белья. Нашу большую сушилку мы оставили в кемпинге, потому что просто никуда не влазит. А вот эта маленькая, классно. Вот таких даже две, если купить. Одну с этой стороны повесил, другую с этой стороны. Можно даже три места. Вот эта сушилка вообще почти не занимает, так что вот рекомендую. Все, досохло, досушило, сейчас отодвигаемся гулять в город. Все, теперь мы точно полностью собрались и уезжаем с этого прекрасного места. Вообще стоять у реки одно удовольствие, особенно возле горной, где вот эта бурлящая спишь под этот шум прекрасный. Можно и постираться, можно и заправить баки и так далее и тому подобное. Но баки нам сейчас не актуально было, но тем не менее, короче, у реки стоять кайф. Мы едем в город. ДИЛИЖАН Приехали мы в городской парк Дилижан, но площадка, дело в том, что вроде сосны есть, но площадка вся находится на солнце. Она, короче, вся металлическая. Представляете, как там будет все выжигать? Достаточно дельная, но такая история для вечера, мне кажется. А вообще парк прикольный, весь такой в соснах. Решили мы не гулять на детской площадке, потому что действительно там жара какая-то катастрофическая. Там бывает прям это... Ожоги пооставляем, а просто пришли вот сюда вот к пруду. Посмотрите, какой здесь прекрасный пруд. Здесь можно покататься, я так понимаю, на катамаранах. Вот он прокат. Красивый мост. И вот здесь достаточно свежо. Это прям центр города. Город, кстати, вообще окружен горами. Посмотрите, здесь горы, здесь горы, здесь горы. Ну и там горы, собственно, откуда мы и приехали. Ну, озеро выглядит достаточно прикольно. Вон, видите, какие горы, скалы, я их уже показывал. Мы с видом на эти скалы ночевали. Там еще есть советский какой-то памятник. Сейчас тоже дойдем посмотрим. Ну и в эту сторону озеро выглядит вот так. Там висит огромная табличка купаться запрещено. Блин, зачем в городах делать пруды и озера, если в них купаться запрещено? Лесит меня прям эта история. Поднимаемся к этому памятнику. Настя, что за памятник? Ну, советский какой-то памятник. Круто. Необычный. Все, необычный советский памятник, таким назовем. Добавим картинку с описанием. Да. Когда, ты знаешь, когда написано, ребята, почему вы не добавляете, не изучаете информацию? Ребята, вы спросите, как мы ходим в туалет, как мы успеваем все с тремя детьми путешествовать, быт, работать. Поэтому вы уж нас простите, дорогие друзья, что мы где-то не подготавливаем информацию. Мы показываем влог из путешествий в нашу жизнь. Мы не гиды, к сожалению. И не миды. Поэтому вот памятник. А здесь, кстати, табличка. Нет, здесь даже таблички нету, вот только табличка, что ведется видеонаблюдение вечером, подсветка и, по сути, все. Вот такой огромный, гигантский. Но, что он значит, непонятно. А еще в этом городе стоит памятник знаменитому кино «Мимимо» или «Мимино». Вот. Здесь все фотографируются, набирают воду, типа родник. И это, короче, фильм про то, где играли актеры из России, из Армении, Грузии, сразу одновременно в одном кино. «Мимно». «Но». «Но». «Носы натерли». «Да, у нас в Армении». «Да». «На первом месте в Сан-Франциско». «Но теперь в полном составе мы отправляемся в Сиван. «Но, пожалуй, на жемчужину Армении». Это озеро Сиван. Там есть, что посмотреть, ездить, покататься, конечно, ездить, переночевать. Возможно, покупаемся, но я смотрел, вода 17 градусов. Сейчас доедем, все проверим. Вы вместе с нами. Но об этом в следующем выпуске. Поэтому ставьте лайкосики, пишите комментарии, поддерживайте канал. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok